Здравствуйте, мои дорогие. Ну что ж, поход. Тёплый день. Книга автора Стендаль «Красная и чёрная». Ибо всё, что я рассказываю, я сам видел. А если, глядя на это, я в чём-либо и обманулся, то, во всяком случае, я не обманываю вас, рассказывая вам это. Письмо к автору. Глава 21 и следующие рассказывают о событиях, напоминающих тайные интриги ультрароэлистов в первые годы реставрации. Главнейшей задачей правительства было так называемое освобождение территории. После вторичного падения Наполеона, Франция была оккупирована войсками европейской коалиции, которые должны были оградить трон бурбонов от возможных революционных восстаний внутри страны. Ультрароэлисты, группировавшиеся вокруг неистового реакционера графа Д'Артуа, впоследствии короля Карла X, противодействовали этому. Граф Д'Артуа, тайна от правительства, посылал в Лондон своих агентов, с тем, чтобы убедить английское министерство продлить оккупацию. Одним из таких агентов был Жюль де Полиньяк. Он прибыл в Лондон с секретной запиской, написанной под диктовку графа Д'Артуа. Стендаль использовал этот эпизод в своем романе, действие которого происходит лет на 12 позже. Однако политическая ситуация 1830 года была такова, что ультрароэлисты могли ожидать революции и имели основание просить помощи у иностранных держав. Примечание редакции Маркиз позвал Жюльена к себе. Господин де Ламоль, казалось, помолодел, глаза его сверкали. «Поговорим-ка немного о вашей памяти», — сказал он Жюльену. «Говорят, она у вас замечательная». «Способны ли вы выучить наизусть четыре страницы, а потом отправиться в Лондон и там повторить их?» «Но в точности, слово в слово». Маркиз раздраженно мял в руках свежий номер Котидьен, тщетно стараясь скрыть необычайную серьезность, какой Жюльен никогда еще не видал у него, даже когда дело касалось его процесса с де Фрилером. Жюльен был уже достаточно опытен и понимал, что должен совершенно всерьез принимать этот шутливый тон, которым с ним старались говорить. «Вряд ли этот номер Котидьен достаточно занимателен, но если господин Маркиз разрешит, завтра утром я буду иметь честь прочитать его весь наизусть». «Как? Даже объявление?» «В точности, не пропуская ни слова». «Выручаетесь? Вы мне обещаете это?» Вдруг спросил Маркиз с неожиданной серьезностью. «Да, сударь. И разве только страх нарушить обещание мог бы ослабить мою память?» «Видите ли, я забыл вас спросить об этом вчера. Я не собираюсь заставлять вас клясться мне, что вы никогда никому не повторите того, что сейчас услышите. Я слишком хорошо знаю вас, чтобы оскорбить вас таким подозрением. Я поручился за вас. Вы поедете со мной в один дом, где соберутся двенадцать человек. Вы будете записывать в точности все, что скажет каждый из них. Не беспокойтесь, это будет не общий, не определенный разговор. Все будут говорить по очереди. Конечно, это не значит, что будет соблюдаться строй. Ну что, счастья, удачи, любви, успеха. Это октябрь. Теплый октябрь. Четырнадцать градусов. Очень теплый октябрь. Никак, чувствуете. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok